Ямалнефтегаз-2015. На международную конференцию в Салихарде собрались представители власти и промышленных компаний. Всего около 200 человек. Это ежегодная площадка обмена опытом и генерацией современных решений. В программе 9 сессий по актуальным вопросам нефтегазодобычи и геологоразведки. С чего стартовали и какие инновации в программе, расскажет сейчас моя коллега Галина Чечикова. Она сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, Роман. Начали с геологоразведки, что, собственно, логично. Прежде чем освоить месторождение, его нужно найти. А с этим в России проблематично. Прирост запасов по-прежнему превышает объемы добычи. Ежегодно на Ямале открываются 1-2 месторождения, а былых объемов геологи современных лет могут только мечтать. Так вот, как превратить мечту в реальность, обсуждают сегодня теоретики, практики, ну и, собственно, власть. Государство делает ставку на полуостров Ямал и Гэдан. Очень богатые, но очень малоизученные территории. С усредненными подходами к ним не подступиться. Как быть, как и с чем подойти, с такими технологиями в условиях санкций. Ведь большинство месторождений шельфовые. И говорят сегодня ученые, в том числе Института нефти и газа. Но более подробно проанонсировать повестку мы попросили бессменного организатора. Форума управляющего директора компании «Восток Кэпитал» Оксана Федосеева. Оксана, добрый день. Рада вас приветствовать. Скажите, пожалуйста, стоит ожидать сенсации в этом году? Вы знаете, интересный вопрос. Он звучит не первый год. Он регулярно задается, каких сенсаций ожидать. И я всегда отвечаю на этот вопрос одинаково. Наш форум не ставит задачу сделать громких политических заявлений. Мы не ожидаем сенсации. Наш форум носит максимально, насколько возможно, практический характер. Характер, характер, обмена опытом нефтегазовых компаний, как региона, так и международных нефтегазовых компаний, с одной единственной целью. Как эффективнее разрабатывать месторождения? Как эффективнее это делать в новых меняющихся условиях? Большой эффект и успех этого форума состоит в том, что люди имеют эту и формальную, и неформальную возможность объединиться для того, чтобы легко и просто посмотреть общие проблемы, общие точки соприкосновения и найти синергию возможностей для решения однотипных проблем региона. Спасибо, Оксана. Удачи вам. Будем следить и информировать зрителей первого арктического романа. Спасибо, Галина. С нами была на связи наш корреспондент Галина Течикова. О других подробностях первого дня работы форума «Ямалнефтегаз-2015» расскажем уже в вечерних выпусках программы «Время Ямала».